Привет, друг, с тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж. В принципе, всё как всегда. И, как вы видите по экрану, я прикупил себе однушку в центы. В принципе, неплохая такая. Налог всего лишь там 75 тысяч рублей в день. Да это херня, зато смотри, какие условия, прям бомба. В принципе, так выглядит каждый игрок на сервере Смотра Рэйдж после маленького обновления 23 октября. И сейчас мы про это подробнее поговорим. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. И мы начинаем. Ну что, пацаны, сегодня разработчик сервера прототип выкатил вот такую вот статью, что, уважаемые игроки, не пугайтесь налогом на дома. В окно пишет неправильную сумму налога, т.д. и т.п. И реальные новые налоговые формулы. Это 2,5% от гос, если ты живёшь дома. И 7,7% от гос, если ты живёшь в квартире. Никому не пришёл сегодня такой налог, который указан в сумме. Завтра ночью поправим эти формулы в расчётах их клиентов. Ну, в принципе, да, зачем сегодня? Может, на завтра ночью пополнить, всё равно подождёте, ничего всё равно никому не пришло, зачем надо? Что я могу сказать? Это маленькое обновление, которое принесло кучу проблем, куча багов на сервере. И вот такой вот неожиданный поворот с квартирами. Как писал один игрок, всё, что было на сервере бесплатно, теперь за деньги. Это можно просто в слоган сервера написать, потому что это реально так. Так, пацаны, даже не знаю, с чего начать. Давайте начнём с того, что изменили процент. Теперь, как они пишут в менюшке, на дом 2,5%, а на квартиру 7,7%. Ну что, пацаны, новые налоги, новая реальность. Начнём с того, что сегодня они решили изменить всю налоговую политику. Изменить очень крупно. Ещё сегодня произошёл крупный-крупный баг, который у каждого человека списало с дома по 2 раза налог. И, конечно же, возвращать тебе никто не будет. Зачем? Заработаешь. Что, на курерке впадло пару часов покатать? Ну, если впадло, и задонать. При заходе на сервер, мне кажется, не только я офигел, а просто все за то, что они изменили налог. Не раз, не в 2 раза, а в целых 3 раза на квартиру, да, в принципе, на все дома. Как они говорили, типа, новая налоговая политика – это 2,5% на дом и 7,7% на квартиру, да? То есть, квартира считается в игре более мажорным, чем дом. Хотя все прекрасно знают, что в игре, на других серверах, что в жизни. Дом – это более мажорно и более ценно, чем квартира. Но здесь думают иначе. Но самый прикол в том, что в менюшке, как они говорят, всё правильно написано. 2,5% и 7,7% налог. Но если мы зайдем в любой калькулятор, либо сами посчитаем на сайте, 7,7% – давайте возьмем, в пример, мою квартиру за 19 миллионов 500 тысяч. Это такая квартира с самым дешевым интерьером на 12 мест максимально. Если посчитать по их 7,7% от числа, то выйдет полтора миллиона, а не 150 тысяч. Что получается? Админы не знают математику, ну по факту, реально. А дома должны считаться не по 2,5%, потому что дома бы тогда, например, дом 6 миллионов гос и 5 мест, он бы платил в день не 15 тысяч, как раньше, а 150. Но сегодня он платит даже не 15, не 150, а 46 тысяч. Ну, тупо в три раза, а чё? Нормально. Чел, который решил просто расширить свой автопарк, он просто прикупил дом, даже маленький, не максимальный, не мажорный, не в Вайнвуде, и платил по 15 тысяч, что как бы для новичка, но это тоже кусается цена, типа в день, в неделю. Ну да, один заказ там на курьерке, но все равно. А сейчас он платит 46 тысяч, это если маленькие дома. Если большие, как у меня, например, у меня было 48 тысяч, сейчас 150. У челов, которые дома на Вайнвуде, это 20 миллионов гос и 6 мест. Они платили раньше, не помню, по 50 или по 75 тысяч, сейчас платят 154 за 6 мест. Я плачу за 12 хотя бы, ладно, 150, он платит за 6. Чел, у которого дом 30 миллионов гос, он платит 230 тысяч в день за квартиру, вернее, за дом, извиняюсь, за дом 230 тысяч. Это пиздец. И никаким образом они, даже если это новые налоги, они не собираются их менять, то они никаким образом даже не изменили, как бы, вот эту пороговую сумму в минус 500 тысяч. Потому что минус 500 тысяч для некоторых домов это буквально 2 дня и все. 2 дня не заплатили, дом слетел. Либо чел, который знает, что у него налог в 40 тысяч, он закинул там, допустим, миллион, рассчитывал на какую-то неделю-две и уехал куда-то. А сегодня приходит, камон, чел, здесь у нас налоги изменились. Ну твоя квартира уже слетела, не переживай, купишь вон однушку возле меня. Я все-таки не верю в это, потому что, ну реально, после этого обновления, если они его не пофиксят, не вернут назад, многие игроки тупо уйдут с сервера и половина домов будет стоять, потому что челы купят дом, купят тачек и сольют дом нахер, зачем он им нужен. Просто так, чтобы ты в один момент смог продать кому-то тачку. Ну ты можешь слить как бы тачку в утиль, и это будет та же цена, что ты заплатишь за квартиру в день, даже лучше. А, еще давайте по квартиру поговорим, что в прошлом обновлении они решили вообще убить систему покупки квартир, вернее, дать в аренду. Если раньше можно было продать квартиру за 10 тысяч минимум, ну как на других проектах, минимум за 10 тысяч, а максимум нет, вот, ограничения. Сейчас ты можешь продать квартиру только в половину ГОСа. То есть у меня ГОС 19 миллионов, я могу челу продать эту квартиру только за, получается, половину, за 8 с половиной миллионов. Еще не забывайте, что налог при покупке дома также есть, и у тебя еще спишут бабок. Короче, это пипец. Но здесь надо делать бунт, или я не знаю, что делать. Если админы настолько жадные, зачем тогда здесь играть? К чему я сказал, что все, что было бесплатным, теперь сделали платным? Ту же самую подвеску в этом обновлении. Ебать, там кого-то хлопнули. А, наверное, за налоги писал. Ту же самую подвеску, которую ты мог раньше настроить себе в тюнинге, сейчас ты можешь ее настроить в тюнинге, но не на большое количество. А ты иди плати тоже процент, чтобы и настроить. Развал, который они тоже добавили бесплатно, теперь иди, не, иди плати. Ладно, ширину колес, окей, но зачем? Даже, кстати, на том самом GTA 5 RP добавили возможность сменять диаметр колес, но сюда ее почему-то не завезли. И с каждым днем, пацаны, меня все-таки добивают такие системы, что все дорожает. Дорожает налог на квартиры. Дорожает тюнинг автомобилей. То есть появляется новая функция. Добавили этот гребаный премиум, с которым все писали, 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 чтобы его убрали, но как мы видим, что его не убрали. Если при открытии сервера были нормальные заплаты, 500-600 тысяч в час ты мог заработать. Потом урезали до 400-500, ну еще нормально. А потом взяли, добавили премиум и еще урезали. Типа, брат, ты мог зарабатывать вот столько, теперь будешь зарабатывать столько, но если ты купишь премиум, тогда ты сможешь зарабатывать как раньше. Это капец. У меня вопрос к тебе. Ты заходишь на сервер, чтобы кайфануть, да? Прикупить себе тачку, которую ты не можешь по какой-то причине себе позволить в реальности. Прикупить какой-то номер, поездить, пощелить, с другими пообщаться. Можешь где-то повеселиться, постреляться, то, что ты не можешь делать в реальной жизни, да? Но когда добавляют такую херню, что ты просто каждый день должен заходить и, блин, работать, чтобы оплатить твою квартиру. Я уже боюсь следующего обновления, что они могут добавить с бизнесами. Да, они сначала начали химичить, добавлять там по одному, по два задания в день, потом изменили до одного в день, потом вообще изменили по два задания, как бы, в три дня, а теперь по одному заданию в три дня. Я не знаю, что они могут еще в следующий раз добавить, но ты покупаешь бизнесы, чтобы они тебе окупали квартиру, а ты, дорогой, иди работай. Если ты, дорогой, не хочешь идти работать, иди донать. У меня только такое складывается мнение. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете о новом таком обновлении. Я, если честно, сегодня зашел подохерел. Уйдете ли вы с серва, если налоги не уберут? Потому что, ну, это ждец. Это реальный ждец. А, еще ментовку добавили просто с нереально неадекватными налогами. И количеству времени, сколько ты должен за них отсидеть на RPG-сервере. Ментовка. Я надеюсь, тебе этот видос понравился. Давайте вместе сделаем бунт, как говорится. Ну, потому что это капец. Подпишитесь на канал, чтобы пропускать новые ролики. Я не знаю, может меня после этого ролика забанят. По классике. А у меня там еще три готовых. Ну, да ладно. Подпишитесь на канал. Здесь выходит очень много интересного, полезного, веселого контента. Нажимай обязательно на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, никогда их не пропускать. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Меньше налогов. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok